Привет, это Технозона. Сегодня мы с вами прикрутим голосовой поиск на Android 9 на Beelink GT King. И в следующий раз, когда вы нажмете голосовой поиск и скажете самый лучший фильм, либо название вашего фильма, то вы получите ответ не в виде Google запросов в Google Chrome, а в виде найденных фильмов в таких приложениях, как HD Video Box, Kino Tor, Lazy Media Deluxe, Kino HD, YouTube и тому подобным приложениям, которые поддерживают этот самый Android TV Google поиск. Скажу вам сразу, что просто так заменить по старой инструкции через Link to SD голосовой поиск не получится. В Android 9 немножечко поменяли политику, а ребята из Beelink даже не заморачивались насчет того, чтобы прикрутить нормальный поиск в этот самый Beelink King. Мы решили эту проблему для тех, кто купил Beelink King или для тех, кто планирует купить Beelink King. Кстати, ссылки на которые я положил в описании под видео. И честно вам скажу, с таким голосовым поиском он выглядит намного привлекательнее, чем из коробки. Вам понадобится файлик Google Android Katniss. Его мы положили в описании под видео, вернее ссылку на него. И скажу вам честно, что процесс замены достаточно рискованный, потому что вы можете повредить системные файлы. Поэтому делаем четко только так, как я показываю в видео. Это четкая видеоинструкция, никак иначе. Если вы затрете какое-нибудь другое приложение, то вполне возможен вариант того, что вы окирпичите TV Box, его придется перепрошивать. Хотя это тоже не проблема прошивки, слава богу, есть. Но, а перед тем, как перейти к самому TV Box, к настройке этого самого Google Android TV поиска, я хочу напомнить, что у нас на канале происходит розыгрыш отличных призов и подарков. И на момент съемки этого видео, это вот такая вот видеокарта на 8 гигабайт, 256 бит. Radeon RX 590 Overclocking Edition, это Sapphire Nitro Plus. Вот такая вот крутая видеокарта, пошпилить на ней можно. Но мы, кстати, только недавно разыграли RTX 2060, и она уже уехала к своему владельцу. Так что советуйте под видео, там есть ссылка на все условия этого самого розыгрыша. Очень круто, там практически ничего не нужно делать. Ну и, конечно же, чтобы не пропустить все наши дальнейшие обзоры, настройки модификации и много еще чего интересного будет у нас на канале, я советую вам нажать подписаться и колокольчик. Ну а также не забывайте про наши паблики в соцсетях, ссылки на которые есть в описании под видео. Ну а сейчас я говорю вам хабабанга, ребята, это же Бубльгум, поехали! О чем же идет все-таки речь? О каком Google поиске мы сейчас говорим? Какой сейчас в Beelink GT King встроен и какой мы хотим получить? Мы сейчас с вами разберемся. Вот если мы нажмем на кнопку голосового поиска, мы получим раз, два, три, раз, два, три. Ну, вот такой вот обыкновенный Google поиск. Он не ищет по программам, это обыкновенный поиск, как в браузере, и ничего интересного он нам не приносит. Самый классный поиск реализован в Google АТВ, который поиск осуществляет через программы, например, через YouTube сразу, через KinoTor, через Lazy Media Deluxe, через HD Video Box и KinoHD. Это самый удобный способ поискать фильмы, ведь это все-таки Android TV Box, вернее, не Android TV Box, а просто TV Box на чистом Андроиде. Но я вам скажу сразу, Google в Android 9 для TV Box не очень-то расщедрился, и с помощью простого Link2SD у вас не получится реализовать замену голосового поиска. Вот я сейчас запущу Link2SD. В принципе, вы здесь не сможете ничего сделать ни с одной из программ, то есть вы можете просто попробовать преобразовать в пользовательское, и вам будет отказано. Вот мы нажмем преобразовать в пользовательское, например, нажмем OK, и получаем отказ. То же самое будет с Google, вы на всем получите отказ. То есть Link2SD не работает в Android 9. Что же нам остается делать? Мы с вами сейчас это все сделаем другими средствами. Идем в Google Play Market. Для начала мы с вами загружаем такую штуку, как Explore. Вот, ввели X, через пробел вводим Explore. Я введу специально, даже если он у меня показался, для того, чтобы вы запомнили, как он называется. Explore File Manager. Загружаем его. Устанавливаем. После установки вы можете его сразу же открыть из Google Play Market, либо из меню приложений. Я специально открываю из меню приложений, дабы вы видели, какая это иконка. Explore. Разрешаем мы доступ. Еще раз заходим в Explore. Могу сказать сразу, что бывают случаи, когда здесь у нас появляется английский язык вместо русского. Нам в любом случае идти в настройки. Я вам сразу покажу, как менять язык. Это так, на всякий случай. Идем в настройки. Если у вас отобразило русский язык, то все отлично. Если у вас меню на английском языке, то опускаемся ниже. И здесь есть у нас меню язык программы. По-английски звучит как Language. Давайте я выберу английский, чтобы вы поняли, как это будет выглядеть. То есть вы заходите, смотрите, если у вас английский. Нажали, выбрали русский. Вот, выбрали русский, вышли в главное меню, и все у вас опять на русском. Но нас здесь интересуют всего лишь две опции. Первая, показать скрытые файлы. И вторая, root доступ. Нажимаем на root доступ и выбираем четвертую опцию. Супер пользователь с перезаписью. Все, мы ее выбрали. Этого уже более чем достаточно для того, чтобы сделать все наши манипуляции. Выходим в главное меню. Итак, теперь мы с вами должны удалить вот этот вот рогатый Google поиск, который есть. Нажимаем root. Вот мы видим слева у нас root. Делаем только то, что я вам говорю. Если вы сделаете и удалите что-то другое, придется шить приставку. Нажимаем root. Опускаемся ниже. Ищем папку system. Нажимаем system. Ищем папку priv app. Нажимаем priv app. И ищем папку Google. Зажимаем левой кнопкой. И выбираем удалить. Не бойтесь, ничего с вашей приставкой не станется. Нажимаем ok. Все, папка удалена. Теперь нам нужно перезагрузить нашу приставку. Леша, останавливаю запись. Теперь у нас Google поиска нет как такового. Чтобы мы не зажимали, не говорили, ничего не появится. Поэтому мы с вами делаем следующее действие. Конечно же мы берем флешечку, на которую мы записали файлик. Ссылочку на которую я положил вам в описании под видео. Вставляем в нашу приставочку. Идем в explore. Заходим в explore. У нас здесь все открыто точно так же, как было до этого. Мы закрываем priv app. Мы закрываем пока что наш root. Он нам не нужен. Идем на нашу флешку. И устанавливаем файл Google Android Katniss. Это именно тот файл, который нам нужен. Здесь два Google. Я объясню потом, зачем нам нужен второй. Потому что многие потом кричат, как вернуть обратно. Я вам тоже это покажу. Запускаем Google Android Katniss. Если у вас explore просит разрешение на установку, конечно же даем разрешение на установку. Перезапускаем установку в данном случае. Нажимаем установить. Готово. После этого мы с вами закрываем флешку. Она нам не нужна. И идем по следующему пути. Заходим в root. Ищем папку data или data, как ее привыкли называть. Ищем app. Открываем и ищем com.google.android.katniss. Сейчас найдем его. Я вам покажу, как он называется здесь. Сейчас вот Google Android Katniss. Вот именно эта папка нам нужна. Теперь справа мы с вами заходим в root. Идем в папку system. Раньше для того, чтобы сделать приложение системным, нужно было его перенести в system app. Сейчас его нужно перенести в system preview app. По крайней мере, чтобы он получал доступ к внутренним службам. Например, к поиску и всему остальному. Давайте мы сейчас с вами зажмем на Google Android Katniss. И выберем переместить. Повторяюсь. У вас справа должно быть открыто. System preview app. Слева у нас... Мы зажали левой кнопкой и нажали переместить. Все. Теперь мы обязательно убеждаемся, что это system preview app. Нажимаем окей и у нас происходит перемещение. В принципе, если мы сейчас перезагрузим, у нас заработает он и так. Ну, я как бы люблю по фэншую, поэтому я его переименую. Сразу скажу. Ну вот, люблю, чтобы было красивенько, как было. Переименовываем папку в Google. Люблю я так. Ну, честно. Если вы перезагрузите, он действительно заработает. И Base APK я переименую тоже в Google. Для того, чтобы потом не перепутать его ни с чем, если вдруг захочу его вернуть. Тоже окей. Все. Теперь нам достаточно перезагрузить наш девайс. Ну что ж. После того, как мы все операции сделали, пробуем с вами наш голосовой поиск ATV. Зажимаем кнопку голосового поиска и он должен запросить у нас разрешение записывать аудио. Нажимаем разрешить. Теперь зажимаем и найдем мой самый лучший фильм, любимый. Самый лучший фильм. Пожалуйста, заработало. Крутотень. Скажу вам сразу. Здесь есть одна кнопка на английском языке. Морочиться переводить ее никто не будет. И, к сожалению, он не подхватывает в Android 9 настройки региональные. Нажимаем more details, если хотим увидеть, в каких программах он нашел этот самый лучший фильм. Мы видим, что он нашел в Smart YouTube TV, в Lazy Media Deluxe, в HD Videobox, в KinoTory, KinoHD. В простом YouTube. Супер. Ребят, просто супер. Поэтому мы видим, что наш YouTube, вернее, наш Google ATV заработал. Давайте попробуем голосовые команды. Открой YouTube. YouTube тоже открывается без проблем. Не буду останавливаться на нем. Выходим. Покажи погоду на завтра. Погода тоже работает отлично. Так что вот такой вот Google Android поиск у нас работает теперь отлично. Но что делать, если вам не понравился Google ATV поиск и вы хотите вернуть все назад? Хотя, честно говоря, сомневаюсь, что такое может быть. Но обязательно вам покажу. Делается все то же самое, но только с другим файликом. Сейчас я зайду в Explore. То есть я даю вам два файлика. Зайдем на флешку. И вы видите, что здесь есть Google Cutness, Google Android Cutness. А это будет Google Android Google QX Search Box. Если мы сейчас пойдем с вами в Root, в System, в Pref App, то мы с вами удалив Google, перезагрузив TV Box и установив вот этот вот Google QX Search и перенеся его в системный, получим старый Google поиск. Ребят, абсолютно такая же процедура, только с другим файлом. Поэтому я не буду на этом заморачиваться. Я вам просто показываю, что он есть. Я его ложу в описании под видео. Ну, я сильно сомневаюсь, что вы им будете пользоваться. Google Cutness. Отличное решение. Приходим и резюмируем наше видео. Я бы сказал, что Belling King с такой реализацией голосового поиска становится немножечко лучше. Еще очень много чего нужно в нем улучшать, но мы близки к его совершенству. И наша команда работает над этим. Ну, а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет пальца вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребята.